Власов на советской службе до перехода к немцам в июле 1942 года. Но надо сказать, что карьера у него складывалась весьма неплохо. Он рассматривался как весьма перспективный молодой военный начальник. Хотя по отзывам специалистов, по отзывам современников он не был каким-то особо талантливым генералом. Не было у него вот этой косточки жуковской, там предположим, любого другого того же Лукина. Но он такой был хороший службист. Он учился где нужно, проходил где нужно. Ну и самое главное, был замечен и любим Сталином. У Сталина можно относиться по-разному, но вот это вот чутье на талантливых людей у Сталина было развито, говорят, так же, как у Екатерина II. То есть он как бы не ошибался. Поэтому его карьера складывалась весьма удачно. Он начинал Великую Отечественную войну накануне известных событий 1942 года, когда он был командующим 2-й ударной армией. До этого он был заместителем командующего фронта Волховского. Он же командовал 20-й армией в боях под Москвой. И по представлению жукова был даже награжден орденом Красного Знамени. Но по тем временам это была очень высокая награда для такого относительно молодого командира, каким был он. Его, может быть, трагедия состоит в том числе в том, что он, в общем, был представителем молодого поколения и какого-то боевого опыта у него за спиной не было. Мы с вами знаем, что Отечественная война, Вторая мировая война, Великая Отечественная война начиналась зачастую при неком дефиците таких высших командных кадров. В силу ряда причин, в том числе надо отметить, что определенные репрессии, которые были применительны в отношении высшего командного состава, здесь не имеют главной ключевой роли. Масштаб этих репрессий преувеличен, но факт остается фактом, что подготовленных грамотных боевых командиров высшего звена было не так много. И этому явили свои объяснения. Мы с вами помним, что, собственно, до Второй мировой войны не воевали мы очень долго. Единственное, что у нас был, боевой опыт, это Хасан, 1938 год, Халхилгон, 1939 год, это когда Жуков раскрылся. Ну и финляндская война, как бы ее никто ни называл, удачная или неудачная, она дала опыт. В частности, Мерецков там выдвинулся. Но это было все. То есть крупных каких-то военных кампаний, сражений, где, собственно, и оттачивается мастерство практическое, не было. Поэтому, кроме того, что у нас напал, так сказать, все двунадесяти языков европейских, потому что напала на нас не только Германия, а практически вся Европа, как мы с вами знаем. Плюс вот это вот отсутствие боевого опыта, это была общая Ахиллесова пята многих наших командиров. Ну вот, одним из таких молодых командиров был Власов. Но, тем не менее, его карьера начиналась весьма успешно. Командовал 20-й армией, по отзывам он тоже весьма успешно. Но до тех пор, пока не произошла ситуация, когда человек должен проявлять уже свои личные качества. И вот здесь, на этом, собственно, его карьера была закончена. Мне сложно сказать, я не хотел бы пересказывать все те слухи, мифы, анекдоты. Не анекдоты, мифы, скорее, которые здесь присутствуют. Я, опять-таки, исхожу из того, что Сталин его каким-то внутренним чутьем выделил среди группы молодых перспективных военных кадров, которых он очень нуждался после того, когда произошел известный эпизод с Тухачевским, когда, собственно, военные кадры достаточно серьезно пострадали. Он на одном из военных совещаний, где он присутствовал, он увидел, он понравился, как он говорит. И, может быть, опять-таки, подчеркиваю, мне кажется, каким-то внутренним чтем он подумал, что этот, может быть, перспективный такой военный специалист с хорошим карьерным ростом. Других объяснений, видимых, я не могу привести, потому что никакой возможности испытать его, что называется, в деле у Сталина не было в силу тех вот причин, о которых мы говорили, военных, реальных, серьезных военных действий у нас не было. Вы знаете, в мемуарной литературе, по крайней мере, в известной книжке самого Жукова «Воспоминания и размышления», я не нашел никаких подробных сведений о Власове. Власов был на фоне огромной такой окружающей среды, очень мощной, многообразной, с которой работал Жуков. Он был одним из, так сказать, перспективных молодых командиров. Жуков вообще был человеком весьма критическим, и он критиковал многих. Я бы, наверное, сказал, что скорее у него был конфликт накануне войны с Павловым, в большей степени. Ну, а здесь, да, Жукову не очень нравилось, как себя вел с точки зрения военной науки, военной практики Власов в ходе сражения под Москвой. Но, тем не менее, еще раз хотел бы обратить внимание, именно по представлению Жукова он получил орден Красного Знамени. То есть, таким образом Жуков его, может быть, и критиковал, но дал понять, что он тоже рассматривает его как весьма перспективного командира. Миф об антисоветских убеждениях, изначальных антисоветских убеждениях, глубинных, идеологических антисоветских убеждениях Власова. Я думаю, что это миф по той простой причине, что все-таки по имеющимся документам, по отзывам, по свидетельствам современников, главной его слабостью была слабость его характера. И вот какая, знаете, склонность к внутреннему предательству тогда, когда реально возникает угроза жизни. То есть, не лучших был морально-волевых качеств человек. Ну, так сложилось. По той простой причине, что если бы он был глубоко убежденным антисталинистом, антисоветчиком, то он бы, наверное, поступил так, как поступил один из тех, кто впоследствии, в силу непредсказуемости исторических процессов, ну, хотя бы формально, стал одним из его командиров. Я имею в виду Ивана Кононова, известного, который воевал в известной дивизии, а потом в корпусе фон Панвица, казачий такой был корпус. Вот этот человек, который в августе 41-го года добровольно, практически, нет сомнений, перешел на сторону немцев. Он тогда был майором, не весь полк с ним перешел, часть его полка оставалась, героически сражалась, но вот он сдался. Вот, наверное, это, скорее всего, было некое идеологическое соображение, потому что, как выяснилось в дальнейшем, сведения, опять-таки, не подтвержденные. Кононов был обижен на советскую власть тем, что он был из казаков, из казачиных, и некоторые из его родственников погибли. Власов не делал этого, он мог бы перейти на сторону немцев, если бы он хотел, в том же самом сражении под Москвой или под Киевом. Но он этого не делал, поэтому, мне кажется, что в данном случае он просто плыл по течению. И вот как только наступил час икс, когда человек должен проявить лучшие свои качества, в том числе и качество командира, который отвечает за своих подчиненных, он оказался слабым. И по этой же причине, я считаю, Власов, как бы это кому-то не хотелось доказать, абсолютно без боя, без единого выстрела, сдался немцам. Вы знаете, как это не удивительно, обстоятельства пленения Власова весьма схожи с обстоятельствами Самсоновской катастрофы, если мы с вами вспомним эпизод сражения начального Первой мировой войны, когда армия Самсонова в Мазурских болотах погибла в Восточной Пруссии. Это, конечно, не Волховский фронт, но чем-то похоже. Там такая же была дезорганизация, потеря управления, и генерал Самсонов вместе со своим штабом в результате оказался без конвоя и без войск, и вынужден был пробираться лесами, это известное в немецкой истории сражение под Танненбергом, и в результате застрелился. Здесь примерно та же ситуация. Надо сказать, что первые два года воевали мы тяжело, и одним из недостатков нашей войны была вот эта дезорганизованность, отсутствие четкого взаимодействия подразделений, которые входили в состав воинских соединений. Здесь была та же самая ситуация, это было начало, да, лето самое, да, лето 42-го года, как мы с вами помним, это Харьковская катастрофа до этого была, Харьковское крупное разгромное поражение, это был Волгский фронт, очень тяжелый, тягучий такой, немцы там хорошо наступали, и поэтому вот эта дезорганизация, она явно произошла. В результате оказалась потеря связи, потеряна была связь с соответствующими воинскими подразделениями, входившими в состав 2-й ударной армии. Ну и Власов здесь вот проявил худшие командирские качества, вместо того, чтобы попытаться каким-то образом сорганизоваться, установить связь, организовать, ну скажем так, достойное отступление, потому что получилось так, что 2-я ударная армия была в окружении, он оказался вот со своим штабом, так же, как генерал Самсонов, один фактически. Но, опять-таки, была возможность в этой ситуации пробиваться к своим. Каким образом? Идти к партизанам, потому что там действуют партизаны. Существуют документальные свидетельства, в частности, вот начальника особого отдела Волховского фронта и другого военачальника генерала, который, собственно, оказался вместе с Власовым и который предпринял попытку пробиться к партизанам. И они к партизанам попали и в результате были вывезены на Большую землю. Власов проявил себя крайне пассивно. Он отказался пробиваться к Власову. И по отзывам вот этих участников этих событий, у них складывалось впечатление, что он уже тогда был готов к сдаче. То ли в силу слабости характера, то ли в силу того, что он боялся погибнуть. Но вот делать то, что должен был делать военачальник в этой ситуации, он не сделал. Он не пошел к партизанам. В результате он оказался в чистом поле и, попросту говоря, был окружен соответствующими немецкими войсками и частями, которым он сдался без боя и без единого выстрела. С очень небольшим числом своих сотрудников. В этом смысле, вот почему я провел параллель с генералом Самсоном, он тоже оказался в такой ситуации. Но тот выбрал другой путь. Он выбрал путь офицера. Он посчитал, что если сражение проиграно, и он осознает в этом свою вину, он застрелился. И потом там история, как его разыскивали. Власов поступил совершенно по-другому. Он просто сдался. Сдался, причем с самого начала, когда он сдался, он не скрывал никаких сведений. Сразу назвал свое звание, свою должность. То есть, сказал немцам другую информацию, которую даже от него не просили. То есть, сразу пошел на добровольное сотрудничество. И вот здесь, я думаю, можно говорить о том, что, возможно, у него произошел некий внутренний перелом, к которому он был, наверное, готов. Он проявил себя так, как он себя проявил. Вот, собственно, на этом и заканчивается история Власова как перспективного советского генерала. И начинается история Власова коллаборациониста, Власова предателя, Власова руководителя Роа. Как обычно в нашем сознании воспринимается его движение, которое иногда официально называется Власовским движением. Хотя, если сказать честно, никакого Власовского движения не было. Я думаю, что как раз эта мысль, что его главным основанием для предательства был страх, личный страх, страх потерять жизнь, является ключевым. Ни соображения идеологические, ни соображения еще какого-то свойства, мне кажется, здесь не являются ключевыми. Просто человек оказался слабым, не выдержал нагрузки. Я бы даже сказал, наверное, что просто он не был готов к тому высокому уровню командования, которому он в силу обстоятельств оказался. Вторая ударная армия, это была действительно достаточно мощная, хотя весьма рыхлая структура. Весьма неплохо оснащенная, неплохо вооруженная, но структура, которая не имела грамотных, опытных командиров. Ну, хотя бы, типа того же Мелецкого, того же Конева, я уж не говорю про Жукова. В любом случае, вторая ударная армия командовала генерал-лейтенант. Это должно навести на определенные мысли, хотя нехватка военных кадров, она выразилась на первых этапах войны в том, что крупными воинскими соединениями командовали, ну, скажем так, генералы по своему званию низшего, звена низшего уровня. Вот он был генерал-лейтенантом, но, в общем, это ничего бы не меняло, если бы он проявил хорошие морально-воилевые человеческие качества. И даже не будучи, ну, скажем так, совсем законченным профессионалом, он бы мог проявить себя как мужчина, как командир, ответственный за своих подчиненных. Я считаю, что именно страх за личную жизнь, за возможную смерть, была главным мотивом его сдачи в плен немцам. Поиски осуществлялись. Сталин, как мы уже отмечали, высоко ценил изначально Власова и его всячески поддерживал. И он даже не до конца, не сразу, точнее, принял сообщение о том, что Власов попал в плен. Известно, что лично по распоряжению Сталина и штаба Верховного посылались специальные авиагруппы, как бы сейчас сказали, борты туда, в район Волховских болот, для того, чтобы вывести именно командный, прежде всего, состав 2-й ударной армии. И некоторые из командиров этой 2-й ударной армии, которые мы перечисляли, они благополучно вернулись на Большую Землю. И посылал непосредственно Сталин самолеты для Власова. И известно, что далеко не все из этих посланных экипажей вернулись. Некоторые из них погибли, выполняя боевое задание, потому что там был фронт, и там было крайне, так сказать, трудное посадочное место, там были болоты. Поэтому многие люди погибли, которых Сталин посылал именно для того, чтобы они вывезли Власова. Но когда Сталин наконец понял, что Власов у немцев, и ему поступили донесения о том, что он не просто у немцев, а сдался вот так позорно, как он сдался, он сдался позорно, то Сталин резко, кардинально поменял к нему мнение и в дальнейшем относился к нему исключительно как к предателю. Если его пленили в июле 1942 года, то уже в начале августа, ну буквально меньше, чем через месяц, он обратился к немецкому командованию добровольно с предложением начать формирование вооруженных сил из русских советских солдат для организации вооруженной борьбы со Сталинским режимом. Вот это дословная его формулировка. Он написал собственноручное заявление. И это уже, конечно, само по себе свидетельствует о том, что здесь, может быть, если изначально мотивом его поведения был страх, то здесь он решил, что называется, отработать по полной. И здесь он уже, конечно, вел себя откровенно как предатель, как коллаборационист, как предатель. Потому что одно дело попасть в плен. Ты можешь попасть в плен раненым, ты можешь попасть в плен, в конце концов, спасаясь за свою жизнь, все люди есть люди. Но в дальнейшем, если ты командир, генерал, тем более, ты должен себя вести адекватно. А здесь он вел себя как такой вот патентованный коллаборационист, который сразу охотно сам же предложил свои услуги немцам. И в этом, конечно, безусловно, одна из крайне негативных черт образа Власова, того образа, с которым он вошел в историю. Дальше было достаточно интересно. Во-первых, был опубликован им совместно с Малышкиным специальный манифест, смоленское такое, воззвание оно называется по-разному. Хотя называется Смоленским, а в Берлине оно составлялось. И в 1942 году немцы, прекрасно понимая значение факта пленения такого крупного воинского начальника советского, они с самого начала решили разыгрывать пропагандистскую акцию, которая так и получила название Акцион Власов. У них много было таких акционов. Один из акционов был Власов. Что после того, как был этот манифест в Смоленске опубликован, состоялась поездка. Его возили по оккупированным городам северо-запада. Он был, в частности, в Пскове, где он выступал. И немцы таким образом призывали всех объединиться в борьбе со сталинским режимом. Немцы совершенно очевидно рассчитывали на то, что это будет соответствующим образом, даст соответствующий эффект для оставившегося населения. Но, надо сказать, что Власов себя вел не очень профессионально, если можно так сказать. То есть, он говорил не то, что немцы ему разрешали говорить, а надо подчеркнуть, что он контролировался немцами от начала и до конца. И никакой самостоятельности он здесь не имел. И после серии поездок и митингов, выступлений, немцы поняли, что его лучше держать где-то подальше. Поэтому он был отправлен в Берлин, где жил в весьма комфортных условиях, на даче под Берлином, под присмотром немецкого офицера. Полтора года абсолютно не востребованный немцами. Сидел там, что называется, до лучших времен. Они поняли, что его лучше не использовать. Поэтому вот эти факты биографии говорят сами за себя. В июле перешел к немцам, был захвачен без боя, сдался немцам. Потом, короткое время, он провел некую акцию. Немцы поняли, что это не тот человек, на который можно опираться. И потом, полтора года, до фактически лета 44-го, он был в абсолютном бездействии, находясь вот там, где он находился. Находился, жалуюсь все время при этом сопровождавшему ему офицеру, контролирующему офицеру, что у него вот там не хватает того, того, того и одна пара белья. Ну, это, возможно, слухи, но, по крайней мере, в отчетах участников и в материалах дела это проскальзывало, что он жаловался, что вот его плохо содержат. Говорят, действительно, и можно, наверное, действительно, достаточно уверенно говорить о том, что он любил женщин. Ну, это, как известно, не самый большой грех человеческий. Другое дело, что он был, считается, достаточно неразборчив в них. Я думаю, не случайно именно поэтому Гиммлер говорил не только про сигареты Шнапс, но и про женщин. Потому что немцы, как правило, у них были хорошо поставлены разведслужбы, в частности, вот, с точки зрения личной слабости человека. Они знали эту сторону. Но я не думаю, что его нужно ставить уж сильно в вину Власову. Да, это, скорее всего, свидетельствует о том, что это было проявление слабости и нестойкости его характера. Может быть, по этой, в том числе, по одной из этих причин он так легко сдался в плен. В любом случае, это просто свидетельствует того, как человекам невысоких морально-волевых качеств, которые, я выражу опять свою точку зрения, совершенно незаслуженно и случайно оказался на тех высоких должностях, которые в воле и судьбе истории ему достались. Он не соответствовал занимаемой должности ни по своим профессиональным, ни по своим морально-волевым качествам. Это прежде всего, и здесь, на параллели, мы всегда можем вспомнить судьбу генерала Карбышева, который не только не стал сотрудничать с немцами, хотя ему предлагали, наверное, значительно больше, чем Власову, но и предпочел вот такую мученическую смерть, оставаясь до конца верным присяге. Власов выбрал другой путь. Он выбрал путь предателя. Каждый выбирает свою дорогу сам. Ну, вы знаете, здесь мотивы бывали самые разные. Если мы возьмем пленных красноармейцев, которые составляли основную часть, то прежде всего здесь был мотив выжить. Мы знаем, в каких бесчеловечных, жутких условиях немцы содержали пленных. Это, собственно, была верная дорога на смерть. Плохо кормили, создавали антисанитарные условия. Огромное количество военнопленных наших умерло. Поэтому этот момент... Люди переходили по-разному, если красноармейцы мотивом. Некоторые переходили именно для того, чтобы при любом первом удобном случае ли уйти к партизанам или вернуться к своим. Просто чтобы выжить. Здесь их винить нельзя. Другие переходили, чтобы не умереть. По принципу, там посмотрим. Знаете, вот я, поближе ознакомившись с этой темой за последнее время, пришел к выводу, что идейных было совсем немного. Если говорить об офицерском составе, наверное, здесь можно найти людей идейных типа Кононова, о котором мы упоминали. Но в целом здесь мотивы тоже могли быть разные. Ты мог попасть в безвыходное окружение и понимать, что если ты будешь отстреливаться, тебя все равно убьют. И таким образом сдаться немцам. Ты мог сдаться немцам для того, чтобы сохранить воинскую часть свою. Потому что иначе бы всех истребили. Опять-таки у многих офицеров была мысль, я сейчас перейду к немцам, потом при первом же случае возвращусь к своим. Мотивы были разные. Но были, безусловно, мотивы, наверное, и людей, которые были обижены советской властью. Но здесь мы должны с вами вспомнить, что это очень тонкая материя. Когда мы говорим о коллаборационизме, как сейчас модно применять этот термин, Второй мировой войне, мы должны помнить, что кроме советских военнопленных и перешедших советских офицеров на сторону немцев, и многочисленных так называемых национальных формирований из национальностей, живших в Советском Союзе, были же еще и представители белой эмиграции первой, первой волны. И вот здесь разделительная черта была очень четкая. Многие из них были принципиальными, последовательными, не сторонниками советской власти. И многие из них были крайне негативно настроены по отношению к Сталину. Но, когда началась война, и они прекрасно понимали, на каких условиях будет ее вести Германия, многие из них, не думая, или пошли в сопротивление, или приходили в советские посольства, как генерал Яхонтов в Америке. И сразу пришел, предложил свои услуги. Или начинали работать на свою родину, отделяя одно от другого. По принципу правители уходят и уходят, строй меняется, а родина остается. А вторые шли на добровольное сотрудничество с немцами, в том числе и по чисто идейным соображениям, поскольку для них ненависть к советскому строю была главным, который разрешал им все, в том числе и предательство. Я здесь хотел бы обратить внимание на очень важный момент, на который в последнее время не очень обращают внимания. Существуют черта, которые переходить нельзя. Если ты знаешь, что немцы этого никогда не скрывали, говорили о том, что советского государства России, как государства, такого существовать не будет. Государство будет уничтожено, а большая часть ненужных унтерменшей будет физически истреблена. И никакой разговор о русской государственности не будет идти. Тогда ты должен понимать, что это главное. А все остальное, твое неприятие системы, строя, обиды на советскую власть, это вторично. Если ты этого не понимаешь, если ты эту переходишь черту, и для тебя главная ненависть к советской власти, тогда встает вопрос о том, что или тебя плохо воспитывали, или это какой-то порог воспитания, или это какие-то чудовищные двойные стандарты. Нельзя одно приносить в жертву другому, всегда на весах должно быть главное и второстепенное. Вот Власов, к сожалению, пошел по пути вторых, скажем так. Хотя, повторюсь еще раз, я считаю, что никаких идейных антисталинских соображений изначально в его переходе к немцам не было. Гитлер относился к формированию частей, ну скажем так, русских частей, а Руа весьма скептически. Вообще, если мы вспомним, немцы изначально, особенно когда была успешная кампания, не слышать, не хотели никаких унтерменшах, тем более, которые, да, унтерменш, это, так сказать, человек низшей расы, к которым относились славяне, чтобы они могли каким-то образом портить, скажем так, кадровый состав немецкой, арийской армии. Но потом, когда ситуация стала складываться не в пользу Германии, немцы стали прагматично активно использовать и унтерменши, в том числе, формируя огромное количество коллаборационистских подразделений. Мы знаем, что формировали из всех наций, всех народностей практически, да, были и индийские батальоны, и каких только не было. Поэтому в дальнейшем ситуация изменилась. Гитлер, повторяюсь, относился достаточно скептически к этому, но потом он понял, что если речь идет о выживании Германии, о победе в войне, все средства хороши, почему, собственно, пушечное мясо здесь не имеет дополнительное. Другое дело, что Гитлер до последнего момента относился весьма прохладно и скептически к Власову, лично к Власову. Его, скорее, больше поддерживал и то из каких-то своих особых соображений Гиммлер. Вот этот человек, который, как известно, был во главе войск СС, которым, кстати, принадлежал и 15-й корпус генерала фон Панвица. Вот он как раз в 44-м году настаивал на том, чтобы разрозненные, как вы совершенно справедливо говорите, отдельные батальоны, которые именовались, опять-таки, Руа по принятой немцам аббревиатуре, чтобы они были сведены в некий кулак и для того, чтобы создать более-менее внушительную объединенную военную силу под одним командованием. И выбор пал на Власова. Плюс, что самое главное и самое некрасящее Власова. Мы с вами говорили, что уже только почти под конец войны формально, подчеркиваю формально, был переподчинен 15-й казачий корпус генерала Панвица. А вот казачий корпус Панвица, это корпус, который, что называется, руки по локоть в крови у которого были. Потому что они воевали не где-нибудь, они воевали в Югославии, они воевали против югославских партизан. Поэтому, когда некоторые говорят, что Панвица зря осудили и казнили, они забывают о том, что если бы его не казнили мы, его бы казнили в Югославии. Потому что в Югославии он был признан врагом, коллаборационистом, который в том числе пролил очень много крови, они расправлялись с мирными жителями, с партизанами и воевали крайне жестоко. Это были наши казаки в основном. Немцев там было не так много. И вот среди них, в частности, отличался полк Ивана Кононова, о котором мы уже упоминали. Да, если мы возвращаемся к этой цитате Гиммлера на его выступлении в 1943 году перед немецкой аудиторией. Цитата, очень нелюбимая теми, кто хочет реабилитировать, обелить образ Власова. Цитата именно такая, что он сравнивал его с торпедой. Кроме того, что он сказал, что честно обещано после войны пенсии генерал-лейтенанта, а пока женщины, сигареты и шнапс, он сказал, что это для Германии значительно дешевле. Это целый русский генерал-лейтенант. А стоимость одной торпеды, которую мы запускаем, она 10 тысяч марок. Не говоря же о том, что залп нашего артиллерийского полка только один. Он десятки тысяч марок стоит. А здесь мы так дешево купили русского генерал-лейтенанта. Если дословно цитировать, это все было, это все осталось в аналах и сфальсифицировать это нельзя. Это действительно было произнесено. Это лишний раз свидетельствует о том, в общем-то, ну, истинном отношении, достаточно пренебрежительном к Власову, который был у немцев. В том числе у Гиммлера, который его поддерживал. Прежде всего мы должны вспомнить, что его востребовали в 44-м году. У него должна была, кстати, состояться встреча с верховным руководителем, но очень неудачно пришлось это известное покушение на Гитлера, поэтому встреча не состоялась. Но так или иначе, к осени 44-го года немцы приняли решение сформировать некую единую боевую часть из вот этих разрозненных русских батальонов. И в качестве кандидатуры всплыл Власов. Вот его извлекли с этой дачи под Берлином. Но, прежде всего, немцы, они всегда заботились о том, чтобы придать этому соответствующее идеологическое оформление. В ноябре 44-го года был издан так называемый Пражский манифест, действительно, они заседали в Праге, который прогласил создание Комитета освобождения народов России, сокращенно Кондр, ну и создание его вооруженной организации, собственно, вооруженной силой Кондр, то же самое РОА. Вот после этого, собственно, и началось формирование этих Власовских отрядов. Но, нужно сразу отметить, что Власов командовал ими крайне формально. Он формально был их главнокомандующим, но фактически всеми этими частями, как командовали, так и продолжали командовать или как минимум наблюдать за этим командованием немецкие офицеры. Поэтому, единственное, можно говорить о том, что относительно самостоятельную роль, в достаточно коротком отрезке, играла первая дивизия, дивизия, которую возглавлял сначала полком, потом генерал Буняченко, РОА. Вторая дивизия под командованием Зверева, значительно меньшая по составу и хуже вооруженная, практически не принимала участия в боевых действиях. Но, опять-таки, командовал им не Власов. Власов, понимаете, был неким идеологическим оформлением этого движения. Более того, я бы хотел обратить внимание на очень малоизвестный факт. Для Власова была сшита по индивидуальному заказу специальная униформа. И даже не в том дело, что там была красная выпушка на кителе без погон и без знаков отличия, а то, что она была темно-коричневого цвета. И шинель у нее была темно-коричневого цвета с красными генеральскими отворотами. И галифе у нее тоже были коричневые. И фуражка у нее была коричневая. Ну, если вспомнить аналогию, связанную с униформой Третьего Рейха, коричневый цвет – это отличительный цвет партийных функционеров НСДАП. Я думаю, что это было сделано не случайно. Этим немцы подчеркивали, что это идеологическая фигура. Если бы они хотели, чтобы он был боевым командиром, он бы носил ту полевую форму, которую носили его генералы. Вот это тоже очень интересный факт его биографии. Ну, о дальнейшем мы должны сказать, что было уже поздно. Конечно, никто не знал, что закончится всего 8 мая 1945 года. Но то, что Германия идет к краху, было понятно. И в данном случае я не знаю, какую цель преследовали немцы. Они тратили деньги, которых у них так уж не было много. Они вооружали, обмундировывали, снабжали продовольствием, боеприпасами, вот эти воинские части. Я думаю, что здесь они действовали прагматично. Они хотели максимально оттянуть окончание войны для того, чтобы у них было время и возможность торговаться с западными союзниками, которые наступали с запада. Поэтому в данном случае я выскажу свою точку зрения личную. Все это делалось для того, чтобы просто лишним таким коллаборационистским пушечным мясом создать себе некий временной задел, чтобы война закончилась не так быстро, как она закончилась. Но Власов, как человек, который понимал, что обратной дороги ему нет, кстати, это то, что ему говорил Гиммлер, он с этим соглашался. Он, в общем, был человеком неглупым, он прекрасно понимал, что союзники нынешние по антигитлерской коалиции это союзники до победы. И он считал, что ему удастся дождаться времени, когда союзнические отношения участников совместной борьбы против фашизма превратятся в холодную войну. То есть, американцы с нами и с англичанами, мы с англичанами, они разойдутся. И он хотел дождаться, вероятно, этого момента для того, чтобы сдаться западным союзникам и таким образом сохранить свою жизнь. Потому что никакого другого ему не оставалось. Но он просчитался, он не дождался того момента, когда началась холодная война. И в любом случае надо отметить, что американцы, которым сдался, собственно, Власов и большая часть, то, что называлось вооруженными силами Конора, американцы здесь тогда вели себя как союзники. То есть, они, во-первых, плохо относились к предателям. Вот честно сказать, и вообще, если мы просмотрим всю историю, мало кто ценил предателей. Или немцы прекрасно понимают, что это предатели. Другое дело, что они их использовали. Но они знали, что если ты предал один раз, ты предашь его второй раз. Поэтому, когда стал вопрос о выдаче Власова, его военнослужащих, о выдаче казаков в Линце, это уже англичане сделали, они выполняют союзнический долг и, обращая внимание, выполняя обязательства, взятые в Ялте в 1945 году, та самая Ялтинская конференция, они выдавали этих коллаборационистов той стране, против которой они воевали. Поэтому они выдали в том числе и Власова, хотя Власова, как известно, захватили наши разведчасти передовые, когда он вместе с тем самым Буняченко пытался прорваться в западную зону. Но факт остается фактом, что американцы совершенно не стали его нигде прятать и выдали его нам в соответствии с теми союзническими соглашениями, которые были. А вы знаете, по-разному. Вот одна из спекуляций, из мифов о судьбе высшего руководства и военнослужащих этих воинских формирований. Сложилась она по-разному. Во-первых, одна из очень некрасивых сторон той информационно-биологической войны, которая сейчас идет, связана с тем, что всячески внедряется в сознание, что злые смешивцы, они издевались, пытали, бессудно расстреливали, убивали, прежде всего, офицеров. Руа. Нет, это не так. Да, к Руа было очень плохое отношение. Если мы с вами посмотрим воспоминания на уровне рядового бойца, это означало враг, которого нужно сразу убить. Именно в силу того, что они были предателями, и в силу того, что они себя запятнали очень некрасивыми поступками, когда они защищали партизан и когда они, в том числе, воевали. То есть к ним было отношение значительно хуже, чем к немцам. Это первое. Второе. Всех арестовывали, всех проверяли в соответствии с существующими принципами, нормами. Кого-то отсылали в фильтрационные лагеря и дальше уже решали степень вины этого человека. Я хотел бы подчеркнуть особо, что здесь был абсолютно дифференцированный подход. Не было вот этого массового желания, как все говорят, сразу, так сказать, полю в затылок пустить. Это абсолютный миф, это злонамеренная фальсификация исторических сведений. Да, СМЕРШ была жесткой структурой, но потому он и был лучшей контрразведкой военной Второй мировой войны, что он работал профессионально. А здесь без жесткости нельзя было обойтись. Потому что жизнь сотрудников СМЕРШ всегда, так сказать, висела здесь на волоске. Но, тем не менее, никакого огульного вот такого угнетения, уничтожения, прежде всего, офицерского состава коннорсов не было. Здесь нужно разделить судьбу. Высшие помощники, высшие командиры, включая начальника штаба Трухина, Буняченко и некоторых других генералов, они в 1946 году вместе с Ласовым были осуждены и казнены. Их было не очень много. Другие получили различные сроки заключения в зависимости от тяжести вины, которая была доказана. Подчеркиваю, доказана. Ну, а рядовые участники РУА, скажем так, Они в основном тоже все небезболезненно вернулись в жизнь, но они получили разные степени наказания. Некоторые прошли тюрьмы, некоторые прошли спецпоселения, потому что это была война. Это была война не на жизнь, а на смерть. И все те, кто был с другой стороны, они воспринимались в 1945 году совершенно определенным конкретным образом. Но говорить о том, что всех поголовно уничтожили, нельзя. И при этом я хотел бы еще раз вернуться к очень подверженной большой спекуляции теме выдачи казаков в Линдсе. Поскольку там никак нельзя обвинить в том, что это злой НКВД, злой Сталин делал, а выдали англичане. Много очень спекуляций по этому поводу, что вот такие несчастные невинные казаки были выданы. Они были выданы потому, что это было союзническое обязательство англичан. Потому что англичане и американцы тоже прекрасно знали, что по большому счету это предатели. И самое главное, они знали, как конкретно казаки проявили себя в Югославии. И не только в Югославии, и в Италии. И в борьбе с местным партизанским населением, которое противостояло фашистской оккупации. А казаки вели себя там очень жестоко. Поэтому в том числе это был один из тех факторов, почему их совершенно спокойно передавали. И потом тогда, в 1945 году, во время победы в мае, никто не хотел из командования, прежде всего подчеркиваю, военного командования, ни англичан, ни американцев, ссориться с советскими союзниками. Тогда для всех была общая одна победа. Политические всякие интриги уже начались несколько позже. Вот по этой причине и так, собственно, закончил свое существование власов. И власовское движение, которого в общем-то не было. Власовское движение это тоже один из мифов, из пропагандистских мифов. Мы достаточно подробно по времени рассмотрели этапы создания, возникновения. Ну и еще раз хотел бы обратить внимание, как таковой власов абсолютно никогда не был самостоятельной фигурой. Это была марионетка в руках немцев, которого они использовали именно в своих пропагандистских целях. Об этом очень хорошо сказала в интервью журналу «Историк», составитель известного издания 2015 года, сборника Росархива «Власов. История предательства», трехтомного, который вышел, Татьяна Царевская-Дякина. Она сказала дословно следующее. Даже если будут найдены какие-то новые документы, воспоминания, раскрывающие какие-то новые факты из жизни Власова, Факт остается фактом. Власов был предателем и марионеткой в руках врагов, который воевал в том числе не только против Советского Союза и партизан, но и против союзников Советского Союза по антигитлеровской коалиции. Вот это главный вывод, который здесь, наверное, всегда нужно помнить. Суд над Власовым – это тоже спекуляция, это тоже миф. Подход очень простой. Это был не суд, это было бессудное расправа, судилище, где, опять-таки, их пытали, били, загоняли иголки под ногти, и это было не правосудие, это было судилище, и мыстили. Ну, вы знаете, это подход очень примитивный, и я должен здесь хотя бы на параллели сказать, что примерно такие же обвинения предъявляли немцы в отношении Нюрнберга. Они тоже говорили, вы устроили судилище. Какой же это суд? Вы нас заранее знаете, что мы виновны, и вы заранее выносите вердикт. Но так можно далеко пойти, поэтому я хотел бы подчеркнуть, что это был суд, нормальный суд, это был военный трибунал, поскольку Власов был военнослужащим. И надо особо подчеркнуть, что никаких мер принуждения абсолютно не требовалось. Власов и его ближайшее окружение абсолютно охотно, добровольно давали показания. Более того, сдавали, как говорят сейчас, друг друга совершенно без зазрения совести, понимая, что отступать некуда, и понимая, что чем откровеннее и подробнее они скажут о том, о чем они совершили, тем, может быть, снисходительнее будет приговор, мягче будет приговор. Самое главное, что они ни в коем случае не отрисали ни законность суда, ни тяжесть совершенных им преступлений, прекрасно понимая, что это было предательство. А воинской присяге уже под какими, так сказать, соусами, какими соображениями это происходило, это другое дело, но они прекрасно понимали свою участь. И все материалы суда, которые вошли в этот опубликованный сборник, они как раз подтверждают, что никаких близко пыток не было, все было достаточно законно. И подчеркиваю еще раз, участники этого процесса сами добровольно и охотно отвечали на все вопросы следователей. Героизация Власова и попытки реабилитации оправдания Власова действительно крайне опасны. Они свидетельствуют о том, что достаточно сложные процессы у нас идут в стране, и не все так с моральной точки зрения хорошо, как было раньше при Советском Союзе, когда, несмотря ни на что, были какие-то идеологические табу, были линии, которые никто не пересекал. Здесь я бы сказал так, что это очень важный инструмент той гибридной информационной войны, которая ведется против нас. Поэтому, в том числе, не без помощи западных руководителей, западных спонсоров, эта дема постоянно подогревается, и люди, которые хотят ей заниматься, они в том числе и снабжаются материально, и, так сказать, подпитываются. Это с одной стороны. С другой стороны, это проявление, безусловно, вот того кризиса нравственности и морали, который у нас наблюдается. Я еще раз хотел бы обратить внимание на то, что здесь у нас существует такой принцип худших таких моральных двойных стандартов. Значит, если ты ненавидишь сталинский режим и советский режим, это высшая ценность, и ради этой ценности ты можешь пойти на сотрудничество с любым врагом, в том числе с врагом, который заранее априори тебе говорит, твоего государства не будет, большая часть твоих сограждан будет уничтожена, потому что они нам не нужны. И когда ты, несмотря на это, идешь, на это сотрудничество, ничего, кроме чувства негатива, это не вызывает. И никак по-другому, как предателя тебя не назовешь. Здесь, опять-таки, двойные стандарты еще есть следующего свойства. Почему-то можно прощать коллаборационистов и предателей у нас, но при этом нельзя прощать у других. Вот давайте возьмем аналогию с Петеном. Он тоже сдал немцам без боя Париж, он тоже сидел в Виши, тоже был коллаборационистом. Как к нему относятся во Франции? Его осудили на смерть, и только Деголь заменил его пожизненным заключением. Значит, там предательство осуждается, а у нас предательство должно объявляться чуть ли не геройством. Делайте вывод сами. Это болезненное проявление нашего сознания, но и плюс это деятельность не очень добросовестных, не очень честных людей, которые отрабатывают не по своим идеологическим мотивам, а по каким-то другим критериям. Но они продвигают крайне опасную для нас, для них же самих, тему. Вот исходя из того, о чем мы с вами сказали. Предательство оправдывать нельзя, и никогда в истории человечества предательство не было чем-то поощряемым. Наоборот, это всегда было крайне презираемое состояние человека, осуждаемое всеми, потому что всегда знают, предавший один раз, предаст во второй раз. Вот, наверное, здесь я бы сказал таким образом.